Мы приехали на водопад Семкрасавиц, Габала, Азербайджан. Ну что, Алексей, путь? Мы доехали от поселка Ван Дам до этого места за пять монат. Так мы и так находимся в поселке Ван Дам. Ну да. На параллельную улицу заедем. Ну да, идем. Что нас ждет? Что нас ждет? Как этот водопад что-нибудь? Всем красавиц. Нет, на водопад. Шалаля, шалаля, шалаля. Здрасте. О, здесь вкусности. Вкусности какие. И орехи, и яблоки, и ягоды, и овощи. Что хочешь? И панамочки, и сок. Ой, инжир. О, какая красота. Вот, пока идешь на водопадика или на обратном пути, я думаю, здесь покупают, конечно же, покупают. О, ручная работа. Какие штуки. Спасибо. А сколько у вас времени уходит, чтобы маленькую там собачку сделать или зайчика? По времени. Сколько вы делаете? Быстро? А, сколько время зайдет? Да. Или 40 миллионов, вот так, покупаете. Ну, здесь, да. Быстро, да. Вообще, вот, мы сколько ездим, вот таких мы еще не видели, ручная работа. Классно. Смотрите, может, нравится, любит. Подарки, да, да. Здорово. Зайчики, ага. Ага, лошки очень красивые, да, да. Хорошо. Здесь тоже зайцы. Тоже зайцы. Все. Да, да. Муж показал, что подарок будет купить. Лиса. А, вот, лиса, да. Самая главная лиса. Ой, красавица. Хорошо. Есть слоны тоже, вот, маленькие. Ага, слонята, я вижу, да. Ага, хорошенькие. Большой, да. Это столь пластмар. Очень красивый. Потому что большая, а... Ну, конечно, да. Как это начинается, вам сказать, забыл. Бусины? Да. Да, да, да. Время, да. Угу. Угод сейчас. После сейчас. Понятно. Спасибо. Успехов вам. Так, идем дальше. Застряли на игрушках. Ой, что, Леша? Это полезная вещь? Угу. Ой, как красиво. А что внутри? Подписывайтесь на канал про будильник. Леша, ну это знаковая вещь. Мне кажется, вот надо, наверное, нам такую приобрести. Ну-ка, а это? Нет, вот та, нет. Ну, сердце это как бы... Ух ты. Ну, вот так, Лео, мне нравится. За рациональные покупки. Ну, рациональные покупки. Леша, у тебя где про будильник твой начался? Бак-фу, символичный подарок. Спроси, сколько стоит, Леша. О, красиво. Черт, птица моя, самая любимая птица. Павлий. Так, ну... Смотри, какие Нива. А Нива, это очень правильно, да? Поближе подойди. Лада. Не берет фобос. О. Есть деревянная машина. Тссс. Сейчас на сзади багажник не открывается. Не открывается. Так. Что еще здесь есть? Ну, фрукты у нас продолжаются. Кукуруза. Кто проголодается? Так. Чаи, травы. Вот она, память. Два моната. Можно в сердечке, можно в крылышках. С крылышками. Да. И уже слышен шум воды. Вот, а нам подниматься в гору. Идем, идем. Людям же интересно, как подниматься. Ну, что, несмотря на то, что пекло, пекло в городе, здесь прохладно, солнца нет. Вообще, шум воды. Зоны для отдыха. Прохлада. Можно вот так камеру поставить, да, и... И любоваться видом. А мы идем дальше. Вот такой подъем. Ну, могу сказать, что, да, можно спокойно. Вот я иду в сандалиях. Вот водичка есть. Если попить, мыться. Дальше рестораны идут. И вот потихонечку пойдем подниматься по ступенькам. Здесь наверху ресторан. И мы проходим сквозь. Ну, нормально. Подъем не такой уж крутой. По ступенькам вполне преодолим. Вот отсюда водички. И по скале все вниз. Продолжение следует... Наш супер оператор снимает короткие видео, делает обзоры, дабы запечатлеть вот такую вот красоту. Наконец-то, наконец-то, давай. Добро пожаловать в Казахстан! Не могу включить твой фотоаппарат. Так, фото, улыбка. Готово? Да. Готово? Да. 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 Как туда пройти? Да. 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 Впереди еще более высокий подъем. Вот надо, да. Рано утром туда еще идти. Утром надо приходить, чтобы народу не было, можно было посидеть. подъем. Попылим мы на водопаде. Еще на одном каскаде и идем на самый верх. Так, это по-моему была третья красавица. Не написано какая, но каждый каскад по себе уникален. Поэтому нам вот по лесенкам, по лесенкам, по лесенкам и вот на самую верхушку. Как поднимается тебе? Тяжеловастенько? Тяжеловастенько. Тяжеловастенько. Гора очень крутая. Нужно обязательно смотреть под на них. Хорошо, что здесь есть перила. Ой, а я люблю эти все горные походы. У меня они прям воду шевляют. Яшка. Кто-то едет. Без фельмешки. Без фельмешки. Без фельмешки. Без фельмешки. Вот бы минус десять, да, Лёд? Хорошо перила. Прикинь, без перила. Без перила вообще тяжело было. Дальше ступенек нет, да? Дальше ступенек нет, есть корни. Да, перила вообще. Ну, я не знаю, я как-то нормально переношу такие движники. У меня не вообще. Так, такие корни. Здесь площадка есть. И еще один. О, смолочки. Чай космический. Двенадцать смолок чая, но это же уму не постижим. Мы подожгли до самой высокой точки, посидели, полюбовались. Здесь маленький водопад, конечно. Вот самый красивый водопад, мне кажется, это вот здесь. Ну, поэтому здесь люди фотографироваться стоят. На, Юль, снимай дальше ты. Давай. Уходится в воде, потому что сейчас уйдешь, ты будешь говорить там, я буду идти здесь. Так не пойдет. Снимает все. Там еще зон включить. Спускаемся. Нужно смотреть под нами. Народу много, конечно. Здесь вот сейчас, чем ближе к обеду, тем больше народу. Потому что мы фотографировались еще, народу не столько было много. Красивый. Конечно, водопад. Молодцы, что сделали ступеньки. Так, аккуратненько нужно, не торопиться. Вон, народу столько было. Очень много народу. Очень много народу. Уже разговор людей слышится лучше, чем шум воды. Хороший ракурс. Видно сразу два водопада одновременно. Вот здорово. Народу, конечно, много. Вот это основное. Сколько народу вообще. Лучше в обед не ходить. Вот мы пришли рядом, мы уже спускаемся. Никого не было. Вон, Леша, смотри, два водопада сразу видно. Вот тот, за который мы наверху сидели. Скала, и по скале, я не вижу капельки, течет вода. Прям на скале. Вот, видно. Вот, и вся стена мокрая. По ней так струится водичка. Вот как вода мерцает. То есть вот это то, что так мерцает, это вот как раз водичка. Солнечные лучики, и все, идет отражение такое мерцание. Очень красиво. Очень красиво. Все, и так она вниз, 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 вниз подпадает. Вот, я подхожу поближе, чтобы посмотреть. Водопад немножко другого ракурса. Вот эта скала, которой есть мало. Водопад всем красавец. Ну, на самом деле, да. Ой, здесь так прям прохлада от воды. Класс. Там капельки ветерок надувает. Такие изящные, изящный водопад. Такая ложбинька узенькая. И вот разъединяется, потом соединяется опять в два. И опять в один. О, здесь такая прохлада. Ну, и все. И дальше водопад. Вот он уходит. Уходит. И вот. И там уже просто идет, видимо, стоп. Сюда так скрывается. Кристальная водичка, прохладная. Конечно, хорошо оборудован. То есть, люди могут отдохнуть, попить чай. Но я считаю, что стоимость чая даже в таких местах, ну, не может стоить чай 12 манат. Ну, какое бы это место золотое не было. Ну, у нас даже в Москве, не знаю, в самом дорогом ресторане, ну, нет таких цен. Я считаю, что это вообще несправедливо по отношению даже к местному населению. Ой, класс, еще красотища. Встань сюда, ты знаешь, как так капельки капают? Ну, невозможно, невозможно не снимать. Невозможно оторваться. Скалы, зелень, водопад, мхом покрытые камни. Они такие... И хочется потрогать, кажется, что они такие мягенькие. Такие вот бархатные, зелененькие такие. Красота. Можно смотреть вечно. Сval 1. Вы 우эс, вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok